Пятый проект «Коридоры времени» Станислав Ефанов. Добрый день. Меня зовут Станислав Ефанов. Мой проект называется «Коридоры времени». Но начать я хочу с небольшого вопроса к вам. Вот скажите, бывает ли вас, посещает ли вас в жизни такое желание, что хочется что-то поменять в своем прошлом, какое-то отдельное взято событие? Что-то сделал не то и сказал не так, и повел себя как-то? Или, наоборот, не сделал, а стоил? Вот попытку как-то поразмышлять на эту тему, переосмыслить это самое желание, я предпринял в своем проекте. Итак, о чем эта история, кто ее главный герой? Две семьи живут в одном и том же доме, но с разницей в сто лет. И внезапно окажутся соседи внутри этого самого дома. В общем, половина его продолжает остаться в прошлом, сто лет назад. Другая половина находится в ношении и выглядит это приблизительно. Таким образом, пожалуйста, следующий слайд. Что им делать? Нужно каким-то образом уживаться под одной крышей, и, в общем-то, до тех пор, пока не будет найден способ устранить этот самый временной коридор. И надо сказать, что это соседство доставляет героям колоссальное количество проблем и неудобств, и доводит одного из них даже до полнейшего разорения. И при всем при этом к финалу истории герои приходят к пониманию очень существенной важной вещи, что, несмотря на все свои различия, разногласия, они стали друг для друга настоящей, полноценной семьей, где есть папа, мама, бабушка, дедушка, сын, дочь. И, в общем-то, это открытие настигает их в тот самый момент, когда, наконец, будет один способ устранить временной коридор, и герой окажется поставлен перед выбором продолжать жить в этом странном и действительно очень опасном доме или же запустить машину времени и расстаться навсегда. Вот доминирующая тема всей этой истории может быть выражена одним-единственным словом, пожалуйста. Следующий слайд. Вот это самое слово «семья». И именно с этой целью у каждого из героев присутствует в душе какая-то вот своя внутренняя заноза на тему семьи. Можно следующий слайд, пожалуйста? Изобретатель «Машину времени» Платон Петрович Катровский. Он, в общем-то, делает «Машину времени» с конкретной целью исправить некое событие в прошлом своей семьи. В этом его тайна, в этом его скелет в шкафу. Пожалуйста, дальше. Сергей Сергеевич Успехов. У него есть все, кроме одного – уверенности, что его жена, красавица, его дочь любят именно его, а не его кошелек. Именно поэтому панически боится разорение. Естественно, он разоряется, конечно же. И понимает, в конечном счете, был ли он прав на этот счет или нет. Следующий слайд, пожалуйста. Мать Сергея, пожалуйста, старушка Божья Дуванчик. Вы знаете, что она вытворяет в конце первой серии? Она забегает в прошлое, потому что в настоящем она вдова. Она очень тоскует по своему мужу. А в прошлом ведь он даже еще не родился. Он только будет жить. Ей там проще переносить разлупу с ним. Конечно же, она тоже под влиянием других персонажей, понимая, что это было неправильно, что нельзя жить призраками прошлого, что нужно ценить момент, когда ты сейчас рядом с родными и любимыми людьми, кого сейчас можно обнять, сказать спасибо, что ты есть. Вот во всем этом состоит как раз-таки драматическая часть истории, ее ядро драматическое. Но, не будем долго грустить, переходим к комической части. Это все-таки драмедик, комедия, драма. Пожалуйста, следующий слайд сейчас станет чуть повеселее, потому что вот почему. Потому что, знаете, Россия такая страна, где для того, чтобы перенестись на сто лет назад, совсем не нужна машина времени. Нас туда каждое лето на две недели отправляет в обычный район Меже, совершенно бесплатно, отключая на воду. И, в общем-то, да, в этом содержится как элемент комизма, но в то же время в этом же, сейчас снова станет чуть-чуть грустно, в этом же и наша трагедия и национальная драма. И ни в коем случае нельзя бояться поднимать эти темы, обсуждать эти темы. Вот коллега передо мной сейчас тоже выступал. То же самое все относится к 3D, дураки, дороги, деньги. И, к сожалению, в общем-то, это нас сопровождает в течение нашей истории. Но это тема для разговора, как минимум. На эти темы можно смеяться, усмеивать, иронизировать, в конце концов. В этом состоит тематическая актуальность проекта. Что еще мне хотелось бы добавить, если можно, следующий слайд, там, с технической информацией. Актуальность проекта заключается еще также в том, что не так много, если честно, я могу назвать проектов на отечественном экране, которые бы задействовали время как сужетообразующий компонент в проекте. Хотя, признаться, этот пичок меня удивляет. Вспоминаю сразу, что «Обратная сторона Луны». Привет, девчонки. Но там, в общем-то, и история несколько иная, и жанр другой, и, если верить титрам, и, в общем-то, основанном на зарубежном сериале. Что я ищу здесь? Я ищу продакшн-студию, которая бы заинтересовалась производством этого проекта. Он находится сейчас в состоянии драфта пилотной серии, нескольких синописов первого сезона, есть как бы мысль на что может происходить во втором сезоне. Время, да, у меня? Ну, в общем-то, я готов... Заканчивайте мысль. Да, если можно, последняя коротенькая история. Я этот проект написал в качестве домашнего задания во время одного сценарного курса, и преподаватель мне сказал, знаешь, в России никуда такое снимает уже аж лет пять, потому что зрители могут не понять, продюсеры могут, тоже не станут рисковать. И, знаете, он оказался прав, потому что с тех пор прошло девять лет. Этим человеком оказался Джон Уорг Хаус, американский сценарист, который в 2007 году когда-то читал курс по сетковому москве. И вот когда, если проект дойдет в экран, то, конечно, можно написать ему, наконец-то, на фейсбуке и сказать, знаешь, Джон, может быть, ты и был прав. Но я все-таки сделал это. Спасибо. Спасибо большое. Давайте аплодируем. И вопросы жюри. Жаня? Можно, да. Мы уже заинтересовались. Я бы посмотрела, честно говоря, серию. Спасибо. Мне любопытно. Вот. И я хотела бы поблагодарить за кастинг, за Ирину Альферову, которую мы увидели. Это правда неожиданно для такого проекта. И это очень смело, и это очень весело. Ну, это dream-кастинг все-таки, но тем не менее. Ну, я слов на ветер не бросаю, присылайтесь. Спасибо. Студия Среда. А мне вот интересно все-таки понять, насколько мера условности высока. Мера условности? Ну, скажем так, сейчас проект находится в такой стадии, что из него можно, ну, как вот искусство Сарообильного, можно выпить все, что угодно. Можно его делать острее, можно его делать чуть более комедийным. Он изначально задумывался как ситкома, но был сделан на курсе ситкома, но потом, вот все-таки 9 лет прошло, я почувствовал, что мне не хватает все-таки в героях какого-то вот драматического составляющего. Все-таки не хочется делать их как пародию на Букинах. То есть, перед которыми совсем от нее хочется уйти. Поэтому, опять же, можно обострять, и проблематику сериала можно обострять. Можно, это будет зависеть, видимо, от, возможно, канала, который бы проявил интерес. То есть, понятно, что у одного канала аудитория чуть более семейная, у другого чуть более хулиганская, возможно. То есть, здесь, возможно, в реакции. Поэтому, опять же, это все процесс работы, если я ответил на ваш вопрос. Ну, вот, следующие вопросы. Татьяна. Скорее, в данном случае мнение, я хочу даже благодарить за хорошую подготовку той же презентации, где было все понятно. И верно заданный тон презентации, я так понимаю, оказался в жизни такой же легкий, активный человек. Спасибо вам большое, надеемся, что все будет скоро и успешно. Большое спасибо. Спасибо, еще есть комментарии? Спасибо. Давайте поаплодируем. Спасибо за комментарии, за внимание, за вашу время, конечно. Ловите только на слове, соответственно, у вас появился шанс.